так всем привет хочу предложить поговорить чуть-чуть тактики игры на датсити обычная стандартная как бы игра в папчике да это является вот взятие респа маяка левого правого и вся борьба основная разворачивается за центральный маяк вот я хочу предложить рассмотреть такой вариант что направо сюда вот идут два человека а на левой четыре человека на правой сюда вот идет ланс с кастрюля и таранами берет маяк отстреливается с этой стороны с этой стороны но если напрягает то соответственно там отходит назад как-то чуть-чуть с этой с этой стороны вот и вот эта позиция будет для фуры с зевсами она тут отличная может отдыхать линию очень трудно будет сюда пройти вот так вот высунуть свои три зевсика по линии вообще очень трудно будет пойти соответственно если тут никто не напрягает есть возможность забраться сюда тут пострелять соответственно весь вот этот вот радиус она зевсы по-моему достают хватает вот за вот этот пригорочек ну до него и может быть чуть-чуть за ним достает и чуть-чуть достаёт соответственно вся зона такая достаточно много места простреливается зевсами вот ну соответственно мне кажется фура зевсами ланс с кастрюлей таранами достаточно успешно должны дефать этот маяк но понятное дело если пойдет четыре человека то они продают в любом случае если три пойдет то фиг узнает надо тут подумать какие три бота смогут их так продавить ланс пару лансов каких-нибудь с таранами с тандерами и арканами но в целом все равно тут фура будет щиты нормально пробивать по фуре тут вообще если вот так вот аккуратно играть только пушки доставать то по ней вообще в роду не пройдет она будет тут жарить каждые пять секунд нормально этот самый лан соответственно помогать и щит будет позволять как-то терпеть вот ну и соответственно если прямо не пойдут втроем четвером то соответственно галиция и центральный и этот маяк можно будет попробовать захватить но пока давайте рассмотрим что вот четвером мы пошли налево так но налево как-то надо будет четвером достаточно быстро и аккуратно продавливать этот маяк тоже надо подумать какие связки ботов лучше всего для этого подойдут но мне вот видится если мы все таки вот мы продавили и заняли позиции здесь то вот как раз вот это вот позиция будет неплохо подходить для ланса с кастрюлей и арканами к ну кастрюле понятное дело что если гриф вот здесь вот прыгнет с арканами то обычного ланса там он сливает если кастрюля то живет и соответственно если ланс опять же с тандером и арканами здесь вот выйдет то он быстро не сможет убить с кастрюльного ланса а он как раз таки арканами нормально под зальет а если тут бы был бы сторонами ланс то он тут ничего не сделает сзади здесь можно как раз таки арканному лансу помогали грифу арканному с афидами мне кажется афиды здесь нормально будет смотреться закидывать так афиды да здесь нормально будет смотреться закидывать но вот когда будут они с самого начала идти захватывать этот пушить этот маяк то как бы афиды тут не очень будет ну хихо знает кого есть гриф с арканами афидами скажите как он тут ну целом не кажется нормально вот потом хорошая позиция вот здесь вот для ланса сторонами и кастрюли он может ну самое главное что вот здесь помогать дефать центр соответственно простреливается если здесь будет позволять то может с этой стороны пострелять соответственно всяких ракет за стеночку прячемся от афид всяких кастрюли есть то есть ланс здесь достаточно долго живет и нормально как раз если бота будет разворачиваться туда вот кушать он тут бачок может попихать если на сюда будут разворачиваться то с этой стороны можно попробовать гулять и четвертый бот мне кажется может где-то занимать или тут позицию опять же тут и центр постреливать и в эту сторону гулять здесь вот может быть принципе много кого можно сюда поставить и плазменный гриф и ланс опять же сторонами и тулумбасник может и сюда вот гулять и сюда пулять может но тулумбасник кстати да будет ракетами помогать он тем двоим если там будет 2 сарки с ракетами то будет нормально и опять же тут фура зевсами нормально будет здесь расстояние достаточно будет хватать что сюда пулять сюда пулять и если сюда пулять ну это конечно так все в теории там два ракетчика тут ракетчик на практике конечно при пуши кого-то убьют еще что-нибудь какие-то ситуации будут возникать но целом такой какой-то рисунок картины то есть убили кого-то при пуши сразу идет на свою позицию то есть стараться всю игру как бы держать ну и всю игру понятно будет разные ситуации но стараться план такой два человека держит тот маяк 4 где-то здесь находится если они все-таки прям продавили он тот маяк отбили там пошли в четвером в пятером то соответственно надо пока они там быстренько и надо захватить центр и и здесь уже держать соответственно ну и смотреть по динамике боя где их немногие силы нам ну если мы можем перебить их то перебиваем ну а так в целом как бы можно какой-то маяк отдавать но идти и брать другой маяк вот ну как бы вот если мне кажется вчетвером будем стоять вот здесь вот на этом маяке как-то при грамотной обороне очень трудно будет его отбить но если еще в начале к нашим двоим туда вот пойдут например 4 прям сразу будто то они конечно продавят но можно вот одного как раз вот кому-то перетянуться туда можно опять же той же рогатки например на быть более или менее мобильная мобильная то есть надо сюда подбежала видит нужна помощь туда побежала помогла ну как-то так знаю симона тактика одна за доминировать засушить задавить но мне кажется надо начинать более как-то спокойно как-то все таки цель в начале держать три маяка там уже дальше по ситуации смотреть получится задавим под конец засушим не получится ничего страшного как бы главная победа уверенная победа но давайте пообсуждаем говорите свои мнения главное конечно надо вот успеть попробовать потому что это все в теории а как на практике пойдет их узнать надо пробовать